Мы сегодня подведем итоги. Мы не слишком далеко продвинулись в нашем руководстве, но мы сегодня очень быстро пройдем. Мы остановились вчера на том, что такое консультирование. Мы остановились там, да, это правда. Итак, мы сегодня начинаем с Е. Консультирование – это помощь личности оставить страх, гнев, депрессию, похоть и прочее и другие разрушительные эмоции, которые относятся к твердыням и могут быть сокрушены библейскими истинами. И давайте посмотрим в нашу схемку, какие же три области корневых проблем. Вот здесь они тремя кубиками такими представлены. Вы помните? Поднимите. Правильно. Когда человек, он вовлекается в эти области, то таким образом он дает место дьяволу. Он часть своей души отдает дьяволу. Мы являемся существами из трех составляющих. Наш Дух. Когда мы рождаемся свыше, наш Дух мгновенно обновляется. И наш Дух, Он вечен, будет жить всегда. Наша душа – это часть нашей природы, которая делает нас неповторимыми. Наша разум, наша воля и наши эмоции. И однажды, когда мы, как новое творение, будем жить на небесах, наш Дух, Он будет жить вечно. И я верю, что наш Дух, Он сохранит отражение нашей души, которая придает нам неповторимость. Итак, если мы рождаемся свыше, наш Дух возрождается мгновенно. Но в Послании к Якову, или в Первом Послании Петра, говорится, что наша душа, она спасается. Дух, Он спасен, Он возрожден. Но душа, она спасается. И наша душа – это поле сражения с сатаной. И сражение идет против наших мыслей, воли, эмоций, против наших душ. И наше физическое тело – наша плоть. Однажды наша плоть возвратится в прах. И Библия говорит, что у нас будет новое тело. Однажды будет воскресенье, и мы получим новые тела. То есть, таким образом мы в будущем, наши тела будут спасены. Но в настоящее время, мы являемся существами, состоящими из духа, души и тел. И наши души являются местом, полем сражения. И это существо, оно является спасенным в настоящее время. И вчера мы читали в четвертой главе послания к Ефесянам. Я думаю, это была четвертая глава, возможно, 27 стих. Сейчас мы проверим. И там сказано, не давайте место, или не давайте. Да, это 27 стих четвертой главы написано, и не давайте место дьяволу. То есть, Уэйн говорит, не давайте юридического права дьяволу действовать. Когда мы противимся благодати Божьей. Когда мы следуем нашим природным наклонностям. Которыми является гордость. И мы противимся Божьей благодати в трех областях. Это три главных области. Мы проявляем нечистоту. Мы стремимся к временным ценностям, проявляя жадность. Мы избираем не прощать и огорчаемся. Мы таким образом даем сатане место в нашей душе. Враг, он получает власть, юрисдикцию над той областью, в которой мы даем ему место, позволяем войти. И таким образом отдаёт ложные идеи в разум человека. Эти ложные идеи приводят к неправильным решениям, принятию неправильных решений. И Писание называет эти ложные представления, ложные идеи твердынями. Или это ещё можно перевести как крепость. И из вот этих твердынь, то есть областей лжи, которые есть в нашем разуме, сатана мучает остальные области нашего разума. Вы со мной? Хорошо, я дам вам пример. Жена, она нарушила Божьи моральные стандарты. И она из-за этого переживает глубокое чувство вины. Грех, который она совершила, дал почву для сатаны в её душе. Сатана поселил, насадил в её разуме такую мысль, что если она скажет своему мужу, я так полагаю, речь идёт об измене, что она ему изменила, то он её отвергнет и прогонит. Вы понимаете, о чём я говорю? Затем она, например, начинает переживать, просто её переполняет страх и беспокойство. Потом она заболевает. И она затем узнаёт истину, которая сказана в притчах, 28 главе, 13 стихе. Давайте мы прочитаем это. 28.13 Это 28 глава, притч, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознаётся и оставляет их, тот будет помилован». Когда она прочла в притчах этот стих, то эта жена поняла, «Ей нужно исповедать свой грех перед мужем». После исповедания перед мужем греха и молитвы к Богу с просьбой, чтобы он вернул ту территорию, которую захватил сатана. Эта женщина переживает сильное освобождение эмоциональное. И у неё обновляются взаимоотношения с Богом и мужем. «Исэр» Эта женщина нестрая основания. «Ей, номер один». «Ей, номер один». «Ей, номер один». Здесь после Е следует цифра 1 И здесь вопрос Но Уэйн делает это как утверждение Консультирование начинается с рассмотрения места, которое было дано сатане Помните, что цель консультирования Это взглянуть на жизнь с точки зрения, с перспективы Бога Но если человек, он дал почву, отдал территорию дьяволу То у него снова появляются ложные представления Сатана строит свою крепость, твердыню И из этой построенной сатаной твердыни Человек начинает, у него появляются ложные идеи И ложные причины или объяснения своих поступков У вас там еще должна быть одна диаграмма в ваших записях Я так понимаю, она последний лист Давайте в нее посмотрим Вы помните, что Дух Божий Есть Дух Божий Есть наш Дух Потом есть наша Душа И плотской верующий Это человек, у которого Душа Она превозносится над его Духом, доминирует И он пытается своим Духом Контактировать с Духом Божьим Через свою Душу Нам необходимо приказать нашей Душе Подчиниться нашему Духу Бог нас с таким путем сотворил Чтобы наш Дух был в общении с Его Духом И наша душа, она подчинялась нашему Духу Мы не вводимся нашим умом, нашей волей и эмоциями Но они только дополняют то, что Бог говорит через наш Дух Есть Дух Божий, наш Дух И эта диаграмма здесь представляет нашу душу И я снова повторюсь, что это поле сражения с Сатаной Если мы даем место Дьяволу Он строит крепость Укрепление Твердыню Вот вы видите, здесь она нарисована И он таким образом из этой крепости Он начинает нас мучить Похотью, депрессией, гневом, сомнениями, беспокойством Сатана может вылезти Вы ему скажете, запрещаю тебе Сатана А он опять спрячется в свою крепость Он опять спрячется на то место, где мы позволили ему укорениться И до тех пор, пока Сатана контролирует эту почву Наше консультирование, оно будет неэффективным И человек будет продолжать делать неправильно, принимать неправильные решения Но во 2 Коринфянам, 10 главе, 4-5 стиха Написано, что Бог дал нам сильное оружие, чтобы сокрушать эти твердыни Будьте добры, 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих Здесь написано Оружие воинствования нашего не плотские Но сильное Богом на разрушение твердынь Ими не спровергаем замыслы И всякое превозношение восстающее против познания Божия И пленяем всякое помышление в послушании Мессии Я дам вам 4 шага к разрушению твердынь И чтобы вы могли помочь людям освободить ту территорию, которую они отдали Сатане Я хочу, чтобы вы запомнили эти 4 вещи, потому что я их буду вас спрашивать на экзамене Первое Определите, какой грех дал место дьяволу Определите, какой грех дал место дьяволу Это первое Номер 2 Призовите кровь Яшуа на эти грехи Первое послание Иоанна, 1 глава, 7-9 стихи Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом И кровь Яшуа Мессии, Сына Его, очищает нас от всякого греха Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя И истины нет в нас Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши И очистит нас от всякой неправды Это 1 Иоанна, 1 глава, 7-10 стих Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас Кто из вас благодарен за кровь Яшуа? Аминь Каждый из нас согрешил Все мы нуждаемся в Его прощении И мы все нуждаемся в том, чтобы кровь Яшуа омыла нас от наших грехов И через всю нашу жизнь, когда бы мы не согрешили Мы можем смирить себя И принять благодать Божью Исповедовать наши грехи И Библия говорит Что Его кровь, она омоет нас от наших грехов Мы должны определить грех Грех, который дал место дьяволу Мы должны призвать кровь Иисуса для очищения Итак, третий пункт Мы должны попросить Бога Вернуть, забрать обратно Ту территорию, которую мы отдали сатане Двадцать четвертый Псалом Третий стих Здесь написано, это известный Псалом Он подкрепляет душу мою И здесь принцип подкрепления душу Принцип восстановления Обновления Бог, Он хранитель наших душ И мы ищем Бога, чтобы Он восстановил нашу душу Был один молодой человек, который очень был демонизирован Он постоянно слышал голоса И Он не мог освободиться из-за греха конкретного Которого Он не оставил Он исповедовал грех Мы попросили Иешуа омыть Его своей кровью И когда я Затем я Его побудил помолиться такой молитвой Господь, верни землю Территорию, которую я отдал сатане Бесы начали выходить и стали трясти молодого человека Господь, Ты возьми обратно территорию, которую я отдал сатане Восстанови мою душу Подкрепи ее Хорошо Теперь четвертый пункт Как освободиться от твердынь Постройте в том месте Где была крепость сатанинская Крепость истины Помните человека, который освободился от бесов И там говорится, что если ничто не займет место, где жил демон раньше То он вернется назад Нам необходимо размышлять над Словом Божьим Нам необходимо размышляя над Словом Божьим Что Бог думает по данному вопросу Построить крепость, базирующаяся на Слове Божьем Я так вижу, что это ключ к этому размышления над Словом Божьим Хорошо, ну что, мы все вместе? В Матфея 18, verses 34 и 35 В Матфея 18, verses 34 и 35 Там история о слуге, который отказался простить другого слугу Матфея 18, verses 34 и 35 Хорошо, здесь говорится И разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга Так и Отец мой Небесный поступит с вами Если не простит каждый из вас От сердца своего Брату своему Согрешенить его Здесь говорится, что Бог Бог за непрощение Отдал Своего слугу Мучителям Тем, кто его пытали И какова же цель этих палачей Которые мучают Бог допустит, чтобы в руки истязателей попали даже его дети Для того, чтобы побудить их покаяться Чтобы они взыскали милости Господина Бог, Он верный Бог И Он обещал и исполнит Использовать все обстоятельства во благо И если наша жизнь, она посвящена Ему И я верю, что ваши жизни, они посвящены Богу Иначе бы вы тут в библейской школе не сидели Бог, Он строит такую защитную стену вокруг жизни каждого из вас И никто через эту стену не пробьется без разрешения Бога И если Он это позволил То это для вашей В конечном итоге для вашего же блага и для славы Божьей И даже если мы в нашей гордости Избираем не прощать кого-то и огорчаемся Бог, Он опустит эту стену И позволит нам быть истязаемыми Но мотивация Что Бога побуждает это сделать Наши же блага Чтобы мы обратились к Нему Взыскали Его милости И Его освобождение Бог, Он любит нас И Он верен, посвящен нам И Он посвящен тому Чтобы верен тому Чтобы произвести в нашей жизни Характер Яшуа Он даже сатану для этого использует Если нужно Чтобы Чтобы В конечном итоге Хорошие вещи в нашей жизни появились Вы помните, как Он снял защиту в жизни Иова Но В конечном итоге Это было предназначено Для еще более великого блага Чтобы дать Ему еще большее благо в его жизни Я знаю, что в вашей стране Образ мышления у людей Такой очень страдающий И здесь необходим баланс Равновесие Я знаю, что даже когда я жил здесь Люди часто пророчествовали Что грядут преследования Грядут трудности в вашу жизнь И мое мнение Что 95% таких пророчеств Они не от Бога Это исходит от извращенного понимания Бога Да Это исходит от извращенного понимания Сущности Бога Библия Ясно говорит Что все Желающие жить благочестиво Они будут страдать И вы знаете Сатана Эту психологию Такого страдальца Может использовать Для того, чтобы нас подавить И вызвать у нас растерянность Бог любит нас Бог хочет благословить нас И Бог хочет благословить нас Различными путями Бог хочет, чтобы вы были счастливы И такими Наши То, что мы сейчас читали Здесь отрывки Из Матфея 18, 34, 35 Они говорят о страдании Намного Намного больше Отрывков есть в Библии Говорят о том О Божьей доброте И о том Что в Его сердце Есть желание Благословить Своих детей Он хочет, чтобы вы были счастливы Поэтому Во многих пророчествах Должно быть Равновесие В этом направлении Так же Вы знаете, что Слово Божье Оно должно Быть в равновесии С волей Божьей Должны быть такие пророчества Что Бог хочет, чтобы ты был счастлив Бог хочет благословить тебя Правильно Правильно Вы согласны? Сергей wants to reply Sure, please. The question in that, that in the Soviet Union, was not long time ago, and the believers were really suffered here. And now we see that it's still in the world during one year, 160,000 believers are killed for their faith. So, at the same time, we must be ready. Sure, sure. Be not afraid, but be ready. Yes, yes. No, I agree with you 100%. And I've had the privilege to travel to many different countries to see different perspectives. And the weakness of the American people is that a lot of them have not suffered to great degree. Not suffered so greatly for their faith. They may suffer in other areas, but not suffer so greatly for their faith. And so they obviously need the message on the other way. This is very clear to me. But what I'm wanting to address are these personal prophecies. You're going to suffer greatly for the next six months. The Bible says prophecy is for edification, comfort, and exhortation. And that doesn't edify comfort or exhort me too much to motivate me to love God more these next six months. But such prophecies are not inspired us. Yes. And I see very clearly that there is no good will in that. When I want to inspire my children, when I want to inspire my children, I'm saying that even any difficulties will come, you have a strength and authority to resist. Yes. 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 No, I agree. I agree that God wants to encourage us. And I feel many... Satan is already telling people how crummy they are, how bad they are. Satan is already telling us enough how bad we are. We don't need a prophet to encourage us to tell us the same thing. And we don't need a prophet to encourage us to tell us the same thing. But I don't need any direction from God. I have the Holy Spirit. I have the Holy Spirit. I have the Holy Spirit. I have people in authority over me. And I have people in authority over me. That my life is submitted to. You know, there needs to be a healthy fear of God in prophets. You know, there needs to be a healthy fear of God in prophets. I believe in personal prophecy. I don't believe in private prophecy. Do you understand the difference? Do you understand the difference? Да, здесь под частным пророчеством Уэйн подразумевает независимое пророчество, не находящееся ни под чьей властью. И пророк говорит, ну иди сюда поскорее, у меня для тебя есть такое слово, которое я тебе хочу сказать без свидетелей. На следующие шесть месяцев ты будешь страдать. И Бог, Он гнев Божий на тебя. Если у пророка есть Слово Божье, пусть он пойдет и в присутствии моего пастора, моего духовного наставника, он его скажет. И пророк должен хотеть, чтобы над Его Словом порассуждали. Я знаком с некоторыми наиболее уважаемыми пророками в мире. Я знаю наиболее уважаемого пророка во всей Франции. И вы знаете, некоторые наиболее известные в мессианском мире пророки, они являются моими близкими друзьями и являются частью руководства MJBI. И я уважаю этих пророков, этих мужей Божьих. Но только потому, что они что-то мне сказали, это не обязательно означает, что это Бог сказал. У меня есть Дух Святой. У вас есть Дух Святой. И у меня есть власть, которая покрывает меня и защищает меня. У меня есть жена, которая тоже должна рассудить это пророчество. И это пророчество тоже должно принести ей мир. Не поступайте определенным образом только потому, что вам пророк сказал так сделать. Наши глаза, они устремлены к Богу. И если Бог использует пророка, чтобы подтвердить то, что Он уже нам проговорил, или если Он использует пророка, чтобы засвидетельствовать о чем-то нашему сердцу, слава Богу! Я просто чувствую себя впечатляет, чтобы поговорить об этом за минуту, потому что я не хочу, чтобы вы живете в своем жизни под повреждением Я говорю это, у меня такое было впечатление, что я должен вам это сказать, потому что я не хочу, чтобы вы жили под влиянием каких-нибудь пророчеств, которые говорят, гнев Божий на тебя. Я не знаю, может это для кого-то тут одного вообще в классе, я не знаю, почему меня Господь побуждал, побудил это говорить. Есть вопрос какой-то? Хорошо. Зорик говорит, что то, что нам говорит Дух Святой и говорит Пророк, оно должно совпадать хотя бы местами. Это должно быть в согласии с нашим Духом, потому что в нас живет Святой Дух. Если Пророк говорит мне, ехать в другую страну, а в моем Духе нет никакого свидетельства, что я должен это делать. Я должен переговорить с моими властями, но если у меня нет внутреннего... Если у меня нет Слова Божьего, подтверждения в моем Духе, нет внутреннего свидетельства и мира по этому поводу, то я не поеду в другую страну. Наивысшая форма руководства это получить Слово от Бога, которое Он проговорит, когда Дух Святой говорит вам. И оно должно быть подтверждено вашим руководством и, может быть, пророками другими. Недостаточно иметь о чем-то просто мир. Сатана может послать вам мир в вашу душу, чтобы вы приняли неправильное решение. Нам нужно Слово от Бога. Понимаете? Нам нужно услышать от Бога. Мы недавно говорили об одном человеке, который хотел вступить в определенное служение. И один благочестивый человек спросил его, Бог тебя призывает делать это? Он сказал, я не знаю. Он сказал, это не так, что я делаю. Я не знаю. Я вообще таким образом не поступаю. Я просто начинаю что-то делать, и если я вижу, что все идет неплохо, то я говорю, это воля Божья. Нет. Нам необходимо иметь Слово от Бога. Нам может даже придется пару дней попаститься и ждать, что Бог даст нам свидетельство в наш дух. Бог может использовать пророка, чтобы нас пробудить и потрясти, чтобы пробиться через неверие. Но в конце концов... Да, пророк говорит то, что Бог говорит мне через Библию или каким-то другим путем. Хорошо. Хорошо. Давайте раздражим.